Приветствую на канале ProBeautyKZ, мои дорогие. Вокруг идет множество вопросов касательно того, делать гимнастику или делать массаж, или делать сам массаж. Те, кто занимается гимнастикой, вам скажут, скорее всего, что массаж делать ни в коем случае нельзя, потому что массаж может растянуть кожу, от него могут высыпания на лице и прочие другие слова. Те, кто занимается массажем, кинут камень в обратную сторону и скажут, так, во-первых, нельзя заниматься гимнастикой, потому что мышцы и так чаще всего у людей перенапряжены. К сожалению, ни те, ни другие суждения нельзя считать истинными, хотя в них есть доля правды, поскольку они опираются не за то, за что нужно. Опираемся мы за мышцу. Мы смотрим на ее состояние и потом выбираем, каким методом эффективнее с ней работать. В конце видео научу вас избавляться от межбровной морщинки. Досмотрите до конца. Мышцы бывают в гипотонусе, когда она вялая и слабая, как тряпочка висит. Мышцы бывают в тонусе, это когда у нее хорошая подвижность, сила и стойкость. И гипертонус, это когда она как камень перенапряжена. Когда мышца в гипотонусе, что нам нужно делать? Упражнение, чтобы мышцу тонизировать и привести в состояние тонуса. Если мышца в гипертонусе, мы делаем массаж, разминаем эту мышцу и она опять же приходит в тонус. И с каждой мышцей нужно работать одинаково правильно. Те, кто приобретал мои курсы, ну и соответственно делал их, знают, что с каждой мышцей нужно отдельно поработать. А теперь я хочу вам рассказать, как прорабатывать нашу межбровную морщинку. Каким подходом будет правильнее? Ну конечно, если у вас уже морщинка присутствует на лбу, то само собой здесь нужно делать массаж. Поскольку мышцы перенапряжены в любом случае. И чаще всего это происходит по причине того, что у вас есть привычка. Например, вы читаете и читаете вот с таким выражением лица, привычка будет создавать у вас морщину. Но также бывает, что это место бывает без морщинки, но дряблое, немножко тяжелое, спустившееся уже на крыло носа. Тогда мышцы нужно тонизировать. Я покажу вам оба варианта и в комментариях вы напишите, какой вам подошел больше. У вас больше перенапряженный лоб или наоборот гипотонусный. Чаще всего, конечно, мышцы находятся в гипертонусе, то есть перенапряжены. Поэтому мы ставим пальцы вот таким образом на глазницу. И без крема вот таким образом проминаем в сторону скулы. То есть мы как бы накатываем мышцу. Раз, два. Средним пальцем прошли. Указателем два. Раз, два. В конце упражнения большим пальцем проглаживайте вверх такой щипок. Раз, два, три, четыре, например. И прогладили вверх. Вот как это выглядит вместе. Четыре. И прогладили вверх. Перенесли прямо складочку. И мышца сразу расслабляется. Взгляд расправляется. Теперь, если у вас гипотонус, если вы чувствуете, что здесь все наоборот очень слабое и хиленькое. Нужно поставить локти на стол, руки на лоб, расслабить шею. И в таком положении, я сейчас просто приподнимаю, чтобы вы видели, вот так вот пытаться сморщить лоб. Делаем 30 раз. Максимально сильно, насколько вы можете. 30 раз сделали, отдохнули, а потом еще 30 раз. И тогда мышца будет тонизироваться. Спасибо большое за просмотр, мои дорогие. Если есть какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Также подписывайтесь ко мне в телеграм-канал, на мой ютуб. Ставьте лайки. По ссылке в описании будут доступны мои курсы по самоомоложению. Чтобы вы сами могли прекрасным образом привести свое лицо в порядок. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал ProBeautyKazette. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok